Сейчас я покажу вам, как установить китайскую клавиатуру на компьютер. Если у вас iOS, то, я думаю, тоже у вас не возникнет проблем. У меня Windows, Windows 10. Мы заходим вниз, нажимаем на язык и находим настройки языка. Если Windows 8, то будет примерно тот же самый интерфейс, но по-другому. Находим настройки языка. В языках нужно добавить язык. И здесь главный вопрос, какой именно китайский добавить, потому что их здесь несколько. Есть традиционное письмо Гонконг, Макао, Тайвань и два упрощенных китайских. Нам нужно упрощенное письмо Китай. Устанавливаем. У меня он уже был установлен, поэтому установился так быстро. У вас пройдет небольшое количество установок. Итак, все, пакет установлен. Пробуем печатать. Переключаемся между языками точно так же, как и между стандартными. Попробуем с вами напечатать НИХАО. В чем главная фишка китайской клавиатуры? Пишите вы латинскими буквами, то есть английскими буквами, которые у вас напечатаны, набиты рядом с русскими буквами. Написали НИХАО, нажали пробел. Молодцы, вы написали иероглифы. Давайте еще раз попробуем с вами написать ДЦУА. ПИНИНИ. То есть вы пишите ПИНИНИН. Переключаемся снова на китайскую клавиатуру и пишем ДЦУА. В чем проблема? Вы можете выбрать любой из этих иероглифов, но вы не знаете тот иероглиф, который вы хотите написать. То есть, например, первый иероглиф означает слово ДЕЛАТЬ. То есть, если вы хотите написать Я делаю домашнее задание, Я делаю какую-то работу, то, составляя предложение, вы должны догадаться, до какого иероглифа вы... какой иероглиф вам нужен. Именно поэтому следует знать эти иероглифы. Первый вариант означает Я делаю, а второй вариант означает Я сидя, сижу. Потому что ДЦУА очень много. Если вы начнете листать вправо, то увидите, что иероглифов очень много. Они расположены в китайской клавиатуре очень умно по частоте использования. Далее. Программа сверхумная. Вы можете написать целое предложение, например, УАХАХА, и программа сама подставит нужные иероглифы под это маленькое предложение. Но не стоит этим злоупотреблять, потому что порой она ошибается. Для того, чтобы написать, повторяю, вы пишите стандартными латинскими буквами. Это может быть длинное предложение. Но не забывайте, что нужно знать, какой иероглиф вы должны написать. Какие еще есть полезные вещи с китайской клавиатурой? Обратите внимание внизу. Если вы нажмете ДжУМ, если вы нажмете на нее, то появится другой значок ЙИН. Что это значит? Теперь у вас не работает китайская клавиатура, и вы пишите только английскими буквами. Она отключилась. Если вы снова нажмете на ДжУМ, то включается китайская клавиатура. Это очень удобно. То есть у меня, например, не установлена английская клавиатура вообще. Я печатаю только китайской путем переключения вот этих двух букв. Еще плюс. Переключается она кнопкой ШИФТ. То есть попробуйте сейчас, установив китайскую клавиатуру, нажать кнопку ШИФТ, как я сейчас делаю, не мышкой, и вы переключаетесь между китайскими иероглифами и между просто латинскими буквами, что очень удобно. Тона, к сожалению, поставлять в данном случае нельзя, невозможно, даже напишав иероглиф. Ну вот. Продолжение следует...